Утреннюю опь острова Помаскин посещают теперь разве что рыбаки. Для них осенняя река наслаждение, ведь вместе с теплом с нее ушли туристы. Однако для любителей уехать подальше от пляжа есть проблема. Вот этот забор, который поставили в мае. Проезд он проходил за забором основной. Там была дорога, которая уже использовалась на протяжении нескольких десятилетий на моей памяти. То есть Барнаулицы, которые летом используют это побережье как место отдыха, как место рыбалки, место своего пребывания. Забор здесь появился в связи со строительством нового парка на правобережном тракте. Сейчас на объекте уже ведут масштабные работы, подготавливая площадку под строительство. Будущий парк идеально подойдет для хорошего времяпрепровождения. Согласно проекту здесь будет располагаться множество инфраструктурных объектов. Среди которых, например, кафе, хозяйственный блок, пункты велопроката, площадки для пляжного волейбола, баскетбола, футбола, пруд, амфитеатр. И также площадка для проведения культурно-массовых мероприятий. Согласно кадастровой карте, дорога действительно заходит на территорию объекта. Поэтому сейчас остается неясным один вопрос. Как до конца стройки попасть на большую часть правого берега? Подрядчики не видят проблем. Там машины ездят постоянно. И не дирать. Пляж, не пляж. Он пора ехать туда, ему надо рыбаку этому. И все. И забор этот не мешается. У нас есть проект, генплан, утвержденный администрацией. Недовольные таким положением активисты обратились в надзорные органы. Их специалисты провели проверку и зафиксировали частичное ограничение свободного доступа к водному объекту. Управлением направлены предостережения о недопустимости свободного доступа к водному объекту и складирование навалов и легко размываемых грунтов в границах прибрежной защитной полосы. Остается лишь один узкий путь для попадания на большую часть правого берега. По песку между рекой и лесополосой. Пока вода низкая, это хоть и приемлемый, но жутко неудобный вариант. А что делать во время паводка? Кажется, рыбакам и будущим отдыхающим придется искать другие пути. Парк будут возводить около полутора лет. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.